Кстати, вот здесь присутствует шестое поколение нашей семьи, правда не все, у нас шесть человек уже деток, которые представляют шестое поколение ирпенчан. Поэтому, знаете, все, что связано с ирпенем, настолько дорого, настолько как-то оно хочется детям что-то еще оставить. И в детстве я читала «Незнайку», но когда, уже во взрослости, уже даже, скажем, в старости, когда я увидела вот эту вот книгу и открыла ее с таким, знаете, грепетом, во-первых, во-вторых, как воспоминания о детстве, во-вторых, эта книга открылась на меня совершенно по-новому. Потому что, если вы откроете такую книгу, их есть много таких же изданий, уже, допустим, без вот этой медальки, что сто лет, есть меньше формат, есть разные, можно их купить, приобрести, я вам очень советую приобретить их. Эта книга, она не просто как литературный памятник, вот Носову уже говорили на сто языков переведено, ее с удовольствием читают во всем мире, это практически весь мир знает, да. Вот, но Носов, он был не просто писатель, он был фантаст, причем фантазии его до сих пор еще можно реализовывать и реализовывать. В этой книге, в самом конце, ну вот где-то так вот, середины, вы почитаете, вы увидите, какие даже сельскохозяйственные такие новшества, которые он придумал, там вот был такой агрегат, мы вот знаем, там тракторы, еще какие-то сельскохозяйственные машины, а он придумал такую циркулы, ну как, в общем, пахала все сама, все сама, все делала, и множество, множество фантазий, которые просто можно воплощать в жизнь, и я думаю, что они бы работали, работали бы очень эффективно и очень на пользу для всех. Но самое интересное, конечно, это и Цветочный город, и когда они полетели на воздушном шаре в Солнечный город, и я посмотрела на эту книгу совершенно с другой стороны. Я увидела, что каждый герой и каждый домик, в котором жил этот герой, может стать как не просто, а вот ожившая сказка, понимаете? Именно на том месте, где она, эта сказка создавалась, она может ожить, и она может жить, и она может быть Диснейлендом, так скажем, по незнайке, в Верпене, и стать развивающим таким моментом для всех детей, начиная от маленького и до большого. В этом будут и кружки, я, чтобы сократить ваше, так скажем, время и терпение уже деток особенно доходит до края, я вам просто расскажу, какой проект родился у меня в связи с этой книжкой, и я его быстренько прочитаю, просто чтобы вы знали. Я буду читать, чтобы быстро было. Значит, смотрите, ну то, что тут его юность пришла и все, значит, от Детзалезничного моста до селища Романика, но вы уже понимаете всю нашу пойму, где теперь приходит новая дорога на Киеве. Біля каждого моста можно разместить автомобильные парковые, або зъединения автомобильных дорог. Звучит дороги, сбудовать будиночки, коротунчики, которые смальованы в книжке. Кожен будиночок має бути функциональным и забезпечить свою життєдяльность. Их не надо придумывать, эти домики, они вот в этой книжке описаны полностью, как они выглядят. Что в этих домиках находится, кто в этом домике жил. То есть открываешь и строишь. И делаешь, и живешь, и пользуешься. Ну, можно, конечно, еще зафантазировать некоторые моменты. Так, я прошу прощения. Вот. И читаем дальше. Незнайка жив на улице Дзвиночки. В его доме можно влаштовать продаж сувенеров для львов в виде Незнайка, продаж одягу, такого, как у него, и так иначе. Ну, это уже, так скажем, мои фантазии. Художник Флюбик. В его доме можно разместить настоящую картинную галерею. Правильные художники, которые мешали и творили свои шедевры в нашем городе. Кричевский, Данцов, Пианида и другие. Их нащадки подорвали месту много картин. И за браком выставочной площади они преподают в писемных музеях. То есть тут есть пиццопки, которые у нас набиты этими картинами, вот не даст соврать Анатолий Иванович, которые подарены городу и которые можно было бы увидеть, которые должны увидеть. Ирпинчане, и не только ирпинчане. Но пока вот место не позволяет это все разместить. А если сделать будиночок Тюбика, это художника по книжке, и там разместить и справжнюю художнюю галерею, выставить и все. Кстати, вот Любовь Ивановна, которая у нас на входе, она жена Пианида, так что у нас много-много родственников. И, кстати, родственников Ирпинска, по Ирпинской линии, по линии матери, в Ирпине Носовы, ну, они, не Носова у них фамилия, но, во всяком случае, их живет очень много, чтобы вы тоже знали. Значит, Знайко, он придумал повітряную кулю, все тоже может быть, будиночок с кулею, может, она действительно, чтобы не отлетать просто, как рифт, або что-то такое. Астроном Скельчик живет в будиночку с телескопом, он вивчал зерки, месяц, солнце, тут можно разъездить, мини-планетарий, продажа нашего акта Сузоряного неба, литературу с астрономией, так иначе. Мизикант Луся, он живет в будиночку, схожий на арту, в музичному прогулку. Это может быть филиал музической школы, потому что у детей у нас столько много, что наша музическая школа просто не помещает всех. А вот будиночок Пончика и Сиропчика, это может быть дитящее кафе, мисливец Кулька и так далее. Здесь, знаете, глинтики, шпунтик, они смайстрували автомобиль, в котором даже есть навігатор. Уявляйте, Носов придумал в те времена автомобильчик, которым использовались каратунчики, уже с навігатором. Это надзвичайно такая фантастика у мужчины. Людина талановита, поэтому и фантазии у них, звичайно, такие, очень талановитые. Но эти домики больше доступны, их всех не пересчитать. Цей центр має стати не только разважально-пизнавальным. Он еще может ориентовать детей в профессиональном выборе, поэтому можно задействовать в соответствующие гузы, министерство, предприятие для надания допомоги в оформлении будиночки, обладание, аттракционе. Тут могут быть влаштованы фестивали, которые хотят, фестиваль морозов, домонадов, шоколадов и так далее. А также можно назвать День знайки, День не знайки, День народжения, Носова. Обязково має бути, звичайно, и музей, потому что есть, что в этом музее выставлять, и он має працювать. Еще много есть идей по строительству этого центра. И, по-речему, хочу вам сказать, что про эту идею знает наш керевництво города, знает сам мэр. И он обещал, что такой, надзвичайно, ну, это не парк, а уже такая будова, очень серьезная, но поступово ее можно разбудить. Он согласился с тем, что мы должны сохранить эту спадщину, мы должны сохранить это, что нам досталося от родины Носовых. И мы не только будем знаниями в Украине, а в всем мире, потому что даже в Японии кафе под названием «Незнайка», он очень популярный, очень пользуется великой зацикавленностью от детей. То есть это будет центр, там будут и гуртки для детей, и все, что заборно. Я хотела бы всем вас благодарить, что вы пришли на этот захист, что вы не байдужи до своего города, до истории своего города. Я очень благодарна всем тем, кто сохранит это. И Анатолию Ивановичу, и Олене Григорьевне-Плаксин, и Горина Михайловна, наша соколовая, депутат декольких скликань. Она тоже переймается очень-очень этим всем. И вот этот захист, благодаря ей, мы организовали как-то так спонтанно, но очень хорошо, что все-таки мы не забываем про таких земляков. И я думаю, что все вместе, мы как-то будем и берегти, и использовывать все, что нам досталось в спадщину. Спасибо.